Всем привет, это Едим ТВ. Сегодня мы готовим уточку. Уточку на грилечке. И вкусный соус. И к ней мы будем делать отличную персиковую сальсу. Персики мы на гриле тоже пожарим. Но это мы отдельно вам расскажем. Мы решили в последнее время поменять все. Теперь у нас нет свинины, у нас баранина и вместо курицы у нас уточка. А вместо... Кухнивая улица. Вместо Саша Андрей. Да. Значит, чтобы замариновать утку. Для начала нужно ее надрезать. Надо не перестараться. Ну, при этом нужен, конечно, острый нож. У нас получаются такие у нее шрамы. Тогда в утку проникнет маринад со всех сторон. Маленькая терка. Натирай имбирь. По сути, это утка с персиками. Но из персиков, на самом деле, мы сделаем сальсу. Прям сальсу персиковую. Это очень вкусная вещь. Имбирь готов. Туда же листики тимьяна отправятся. И туда же мелко нарезанный лук. Не весь, конечно, тимьян, но я тебе скажу, когда хватит. Главное, периодически спрашиваю, у меня хватит. Нам понадобится половина вот этой луковицы. Вторая половина пойдет в сальсу. Можешь пока поперчить и посолить вот этот наш маринад. Черный перец? Черный перец. Белая соль. Все как обычно. Сколько раз тебе повторять? Черный, это перец. Теперь лучок. Да, красный. Кладем маринад. Классный лук. Я думаю, что достаточно. Его не надо супер много. Это мы оставим за сальсу. Все это перемешиваем. Я бы еще черного перца добавил. Давай еще. Теперь каждую грудку надо натереть. Так, давай, натирай прям со всех сторон хорошенько прям. Прям хорошенечко. Главное, чтобы каждый, каждый прям вот впадинка там, уточки, она прям была вся замазана. Поскольку естественная влага выделяется на утиных грудках, то чтобы не добавлять масла, если вы там, не знаю, масло-торианец какой-нибудь, религия не позволяет там тут сидела, то можно использовать просто, поскольку влажные эти грудки, они как масло, это размазывается само по себе. И это хорошо. Ага. Евграфчик. Так, беги. Все, мы замариновали утку и тарелочную конструкцию с уткой. А знаешь, что такое сутки по-польски? Соски. Поэтому, когда, ну серьезно, поэтому, когда говоришь, они там типа, ну там сутки, там, вы не пересутки, они такие, я потом узнал, я даже сам наговаривался. Такой, сутки, ну в смысле, день. Они такие сутки, а день, потому что это пенис. Ждем. Два часа. Да. А лучше 12. Для верности. Для верности. Пол суток. Да. Один сосок. За время, пока мариновалась наша утка, мы разожгли гриль. Вы можете посмотреть, кстати, как мы это делали по ссылке. А мы тем временем начинаем грилить. Начнем с персиков. Подготовить персики для гриления очень просто. Нужно их уполовинить, располовинить и вытащить косточку. Кладем прямо в центр. О, они начинают шипеть. Это очень хорошо. Закрываем крышечку? Я думаю, что не надо закрывать крышечку, потому что нам главное не пропечь их, а поджарить. Пока мы грилим персики. Самое время сделать сальсу. С персики тоже для сальси. Персиковый сальс, напоминаем. Половину апельсина точно выдавливай. Я думаю, что этого достаточно будет. Самое главное, у нас есть красные перцы халапеньо. Халапеньо. Они довольно острые, но не слишком острые. И у них есть вкус. Я не люблю, когда бывает острота, безвкусная такая прям, просто тупо острота, как бы это странно не звучало. Рисовый уксус немножечко. Еще. Сюда это можно оптимизировать, надо смотреть там, да, острота и прочее. И нарезаем халапеньо. Я думаю, с семечками острота будет такая, как надо. Ну, думай. Ну, я подумаю еще немного. Так, добавили чили. Измельчаем кинзу. Кинзу. Добавляем пока туда лук, может быть. Добавляем кинзу. Ну, естественно, черный перец и соль нужно добавить. Немножечко добавляем растительного масла, желательно оливкового. Немного добавим имбиря. И теперь переходим к самому главному ингредиенту сальсы. Персики. Персики. Ах, они прям отлично поджарились. При этом они не стали слишком мягкими. Ну, мы их нарезаем, как бы, помельче. Они, кстати, тепленькие такие. Копченый такой привкус. То, что нам надо. Мы их не перегрилили. Гри-ли-ли-ли. Перегрилили. Сальсу мы сделали. Осталось дело замало. Пожарить утят. Они у нас утята замариновались. Утята часов мариновались. Да, приблизительно. Ну, не 12, конечно. Да. Мы сейчас открываем гриль. А гриль у нас в компании Charboil, который занимается уже 70 лет грилями. И прям кожей вниз мы выкладываем. Закрываем. И ждем. И с каждой стороны минут 5, наверное, 7. Ну, мы посмотрим по готовности. Надо их жарить. Особенно со стороны кожи. Там, где кожа жжится, там круто. Там она будет такая хрустящая и клевая. Вот. Прошло 5 минут. 5 минут, это прошло. И самое время вытаскивать. И пробовать. Уточку. И резать. И пробовать. И пробовать и резать. Открываем гриль. Я готов уже резать. Я сначала худенькую. Давай. Надо просто как можно тоньше кусочки делать вот так. Зачем? Чтобы было приятно кушать. Кушать. И уточка с персиковой сальсой на гриле готова. Мы еще тут поджарили хлебушек. М-м-м-м-м. Как вкусно. М-м-м. Нормал. Утка отлично получилась. Сальсо-соус хорошенький. Да, персиковый сальсо очень хорошо. Нужно добавить туда остроты, но это для любителей. Так, в принципе, там есть чили. Мне нравится. Так, летненько. Летненько. Отличная получилась утка. И отличная персиковая сальсо. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, на наш канал на Ютубе и на наш Инстаграм. Спасибо компании Калифорния Гриль за то, что они предоставили нам Калифорния Гриль. Вы можете тоже заказать себе гриль с бесплатной доставкой по России. Ссылка в описании к видео. Всего хорошего, до новых встреч. Пока. Пока. Мы поставили персики. Да, стопаем. Давайте подвинем стол. Посмотри, как он в трубку возьмет лучше. Алло. Алло. Мне сейчас неудобно разговаривать, я на планшете. Да, бред. Мы сейчас снимаем, едим давай. В мире бывают два типа людей. Те, у кого очень большие руки и уши. И уши.